Мобилизация в действии. В Махачкале на республиканском сборном пункте провожали очередную группу резервистов. Не профессия, а призвание. 5 октября отмечается Всемирный день учителя. О том, как проводят будни и праздники дагестанские педагоги, смотрите через несколько минут. Спорт вне политики. Российским боксерам разрешили снова выступать на международных турнирах. 68-летний житель Хасавюрта подозревается в убийстве жены. По версии следствия, 2 октября, находясь в доме, мужчина в ходе ссоры, возникший на почве ревности, выстрелил в свою супругу из огнестрельного оружия, после чего женщина скончалась на месте. Мужчину по горячим следам задержали сотрудники полиции. Грузовой поезд насмерть сбил женщину на железнодорожном перегоне Тарки-Махачкала. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге. Личность погибшей установлена. Ею оказалась 53-летняя жительница Махачкалы. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего. А в Махачкале проводили очередную группу мобилизованных. Я же тебе говорю, я приду тебя провожать. Он тебе даст. Давай. В республиканском сборном пункте боевой настрой резервистов поднимали хореографические ансамбли Дома народного творчества столицы. Поддержать защитников Родины прибыл и Салман Дадаев. Бойцам вручили спальные мешки, берцы, термобелье и другие вещи, которые пригодятся на учебных полигонах и в ходе прохождения службы. Глава столицы республики вновь напомнил, что в Махачкале создан штаб по поддержке семей солдат, отправляющихся в зону специальной военной операции. На самом деле в жизни каждого мужчины может наступить такой момент, когда может возникнуть необходимость стать на защиту интереса своей Родины. То, что происходит сейчас на Украине, на самом деле это тот самый случай, к которому, наверное, мужчины готовят себя каждый всю свою жизнь. И перед вами сейчас стоит такая важная задача – остановить этого врага на дальних подступах. Многим из вас, наверное, тяжело уходить, понимая, что дома остаются какие-то нерешенные проблемы. Дома остаются дети, родители с какой-то неустроенной ситуацией, с нерешенными вопросами, которыми вы, как мужчины, в семье должны были заниматься. Пока вы выполняете задачи по защите Родины, мы здесь ваши семьи без опеки не оставим. На призыв мэра Махачкалы поддержать участников СВО откликнулись городские предприниматели. Так, представители медицинского диагностического центра выразили готовность провести комплексное обследование состояния здоровья и полный курс реабилитации солдат. Услуга будет доступна не только махачкалинцам, но и всем дагестанским военнослужащим, участникам СВО. Об этом Салман Дадаев договорился в ходе личной встречи с Газимагомедом Гаджиевым, председателем Совета директоров «Астромед». Диагностический центр также направил большое количество медикаментов в городской пункт сбора посылок для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Напомним, накануне Салман Дадаев опубликовал в своем телеграм-канале видео, где призвал каждого жителя Махачкалы по мере возможности оказать помощь бойцам, выполняющим воинский долг. Для этого вам большое спасибо, что не просто сторонники остались за помощью, но еще и дополнительно с таким предложением вышли. Мы сейчас обязательно со всеми ребятами, которые у нас по Махачкале вернулись, составим список. У нас есть высокотехнологическая медицинская помощь, можем оказывать даже плода. Первым позвоночникам мы лечим, оперируем, все на уровне. Большое на самом деле спасибо, личное вам спасибо, всем учредителям, лично Ибрагиму Магомедовичу большая благодарность за то, что сторонник не остался. И так вот основательно подошел, ваш поступок, поступок Ибрагима Магомедовича, это на самом деле не просто в золу души истинного Дагестанта, это поступок истинного верующего, глубоко верующего человека, что Всевышний воздал вам и в этом и в ином мире за ту помощь, за ту саду, которую вы оказываете. Другим темам. Сегодня поздравления принимают представители самой благородной профессии. Во всем мире 5 октября отмечают День Учителя. Праздничные мероприятия по традиции прошли и в Махачкале. Поблагодарили своих наставников и ученики школы-сада Ватан. Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Теплые слова сегодня звучат в адрес людей, которые становятся нашими первыми наставниками. Исключением не стали и педагоги школы-сада Ватан. Насыщенную поздравительную программу для них подготовили ученики. Национальные танцы, театральные сценки и исполнение Нашида. А вы знаете, вот в ходу пишет стихи. Она наша поэтесса. В этот день в центре внимания были все. И недавно ступившие на непростую педагогическую стезю и заслуженные профессионалы. Отличившимся вручили дипломы и медали. Звание «Почетный работник» в сфере образования Российской Федерации присвоено двум сотрудникам Ватана. Эльмири Айдековой и Аминат Магомедовой. Вы знаете, у меня сейчас шок. Шок приятный. Очень удивлена. Носить будете? Будем ли мы носить? Я его беречь буду. Хранить будете? Да, хранить буду. Поздравить учителей с профессиональным праздником пришли и почетные гости. Представители столичной мэрии, министерства религиозных организаций. Для чиновников была проведена экскурсия по школе. Гости остались впечатлены масштабами учебного учреждения и нестандартной методикой обучения и воспитания. Есть особенность, я вижу, заключается в том, чтобы вы помимо организации образовательного процесса на основе образовательных стандартов, естественно, вносите элементы духовно-радственного воспитания, именно в религиозном аспекте. Успешная комбинация светского и религиозного образования. Второй аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, очень замечательно. Название вашей школы. Вот там, видите, как в переводе означает? Что означает? Родина. Любить свою родину. Если вы будете любить свою родину, будете уметь дружить, вы уже в априори не можете быть плохими людьми. Во всех федеральных государственных образовательных стандартах вы активное участие принимаете, мы уже это поняли. Боис Контингент, Дневник РУ и во всех этих процессах. Это говорит о том, что здесь, в этом учреждении есть такая системная, сложная работа, поэтому Всевышний дает те результаты, которые данные учреждения уже имеют. Та поддержка, которая должна быть от Министерства, та поддержка, которая должна быть от Управления, она однозначно будет, потому что именно в слаженном взаимодействии только, как говорится, может быть результатом. Образовательное учреждение Ватан известно своим особенным подходом в обучении. Здесь внимание уделяется не только преподаванию дисциплин, но и воспитанию подрастающего поколения в духе нравственности и патриотизма. Мы очень ценим наших учителей, очень ценим вообще профессию учителя и наставника, потому что это человек, который взращивает истинно здоровую, духовно-нравственную, интеллектуальную душу и личность человека. А для здорового общества именно такие личности и нужны. То есть во всех отношениях и смыслах красивая личность составляет основу общества, основу здорового общества. И, конечно, мы хотели порадовать наших учителей, искренне поздравить от всей души, от всего сердца, пожелать творческого успеха, потенциала. Отметим, что на данный момент в школе обучаются более 900 учеников, а детский сад рассчитан на 300 мест. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Магомед Анкалаев узнал имя своего нового соперника. Третий номер рейтинга полутяжеловесов UFC проведет бой против поляка Яна Блоховича. Об этом дагестанский боец сообщил в интервью журналистам. По его словам, контракт на бой пока не подписан, но поединок запланирован на 11 декабря в Лас-Вегасе и будет носить претендентский статус. 30-летний Магомед Анкалаев в UFC идет на внушительной серии из 9 побед Яну Блоховичу 39. В прошлом году он был чемпионом лиги, а сейчас занимает вторую строчку рейтинга. Тем временем российских боксеров вернули на международную арену. Совет директоров Международной ассоциации бокса IBA проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям. Организация подчеркнула, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой. IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия, говорится в заявлении ассоциации. Напомним, президентом организации является россиянин Умар Кремлев. Единство народа, единство страны. В конференц-зале исторического парка «Россия. Моя история» прошло собрание спортивного актива республики. Выступавшие чиновники и именитые дагестанские спортсмены подчеркнули, что сегодня непростое время для всей страны, безопасности которой угрожает коллективный Запад. Для того, чтобы избежать раскола России, многонациональному народу важно объединиться. Обсудили собравшиеся и недавние акции протеста в Дагестане, которые полностью координировались из-за рубежа. Во избежание подобных явлений впредь руководителям спортшколы и тренерам поручено усилить разъяснительную работу с воспитанием Каменок. На вас особенно сегодня лежит большая ответственность. Не только как за своего ребенка, за своего сына и как за своих детей, чтобы вы следили за своим учеником. Вы должны знать каждого своего ученика, чем он занимается, как он учится, куда он после тренировки или школы ходит. Это на вас большая ответственность. Вы не думаете, сегодня пришли на тренировку, отработали свои два часа и все, ваша работа закончилась. Абсолютно нет. У вас совесть, перед вашей же своей совестью должна быть такая задача, чтобы вы нести ответственность за этого парня, за его воспитание, за его действия, за его дела. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова